Всем добрый день. Надеюсь меня видно и слышно. С техникой проблем быть не должно. Меня зовут Максим Васюхин, я прод менеджер оборудования ВАИП, компания Appymatica. И сегодня мы с вами поговорим о новинках этого года в линейке IP-телефонов от Я-Link. Ну и вообще в целом что произошло нового. Собственно, если у вас будут возникать какие-то вопросы, всегда можно их задать в нашем чате. В ходе нашей дискуссии я буду стараться на них отвечать, либо уже ближе к концу вебинара отвечу на все вопросы. Ну что, тогда приступим. Собственно, уже конец октября можно провести такие, подвести некие промежуточные итоги этого года по новинкам от Я-Link, а их на самом деле было достаточно много. Я-Link в этом году выпустил много долгожданных новинок, было некое. Некоторые новинки были неожиданными, скажем так, для нас. Но, собственно, обо всем по порядку. Дект решения компания Я-Link в этом году выпустила достаточно много новых продуктов и новых решений, как таковых. Вот на сегодняшний день линейка Дект решений, так называемая декосистема, выглядит следующим образом. Вы можете видеть на слайде. Собственно, такой некой основой всего это решением является базовая станция W60, которая сейчас поставляется в комплекте с трубкой 56, комплект называется W60P, соответственно. Это новая трубка W53H, которая уже анонсирована. Это новое решение настольного телефона, который работает по технологии DEC. И совсем скоро будет релиз нового конференции телефона CP930W. Вот. Ну, быстренько вспомним, что уже сейчас есть у Я-Link. 52-я базовая базовая трубка. Достаточно долго эта трубка живет на нашем рынке, в принципе, в линейке Я-Link. Это самая дешевая модель трубки, в принципе, в линейке Я-Link. Это, скажем так, такой стандартный функционал, который будет необходим большинству пользователей. Так вот, говорят, что есть проблемы со звуком. У всех есть такая проблема. Поставьте плюсик, если со звуком проблем нет. Для тех, у кого проблемы со звуком, попробуйте использовать другой браузер, например, либо перезапустить вкладку. Это должно помочь. Ну что, продолжим. Собственно, долго я не буду останавливаться на тех моделях, которые у нас уже есть. Буквально пару слов. Вот. 52-я трубка. Думаю, что уже многим известно. Возможность подключения до пяти трубок. Пять теплини, соответственно. Пять теплини, соответственно. Поддержка ПОИ. Ну, в общем, подарок функционал. Можно всегда посмотреть на нашем сайте. Также 60-я модель. Она у нас появилась около года назад. Модель пользуется спросом. Модель интересная. Здесь уже новая базовая станция как раз из некий W60. И, соответственно, уже новые возможности. К этой базе уже можно подключить до восьми трубок. Она поддерживает до восьми одновременных разговоров. И до восьми тип аккаунтов, соответственно. Появилось во всех последних телефонах, которые выходят. Либо обновления в прошибках. Везде Ялинк добавляет поддержку аудиокодка Opus. Мы видим, что в последнее время он пользуется все больше и больше популярностью. Вот. Ну, что про эту трубку можно сказать? Ялинк все это время собирал отзывы своих партнеров и заказчиков. Кто-то уже использует. И вот, скажем так, лагерь... Сообщество пользователей этой трубки разделились на два таких больших лагеря. Тем, кому нравится большой, достаточно большой размер этой трубки. И те, кто категорически против. Тем, кому она не подходит. Соответственно, размер этой трубки достаточно приличный. Ну, для сравнения, эта трубка размером со стандартную трубку, например, от 21-го телефона. Вот. Кому-то нравится, кому-то нет. И, соответственно, чтобы удовлетворить запросы всех своих пользователей, компании Ялинк в сентябре этого года анонсировала новую трубку. Называется она W53. W53P. В комплекте... В этом комплекте используется база нам знакомая W60. Фактически функционал весь нам знаком. Это также до 8 одновременных вызовов, 8 трубок, 8 SIP-аккаунтов. Поддержка кодека Opus. Но трубка совершенно новая. Ну, для начала трубка меньшего размера, чем W56. Размер этой трубки, ну, совершенно стандартный, нам всем привычный для большинства пользователей, размером примерно с 52-ю H трубку. Вот. Но дизайн уже больше похож на W56H, соответственно, функционал W56H. И очень важный момент. Теперь в новой трубке используется литий-ионная батарейка. Если в 52-м телефоне это все еще щелочные аккумуляторы, скажем так, которые имеют стандартный размер 3А, вот. Теперь литий-ионная батарейка позволяет дольше, больше увеличить время разговора, увеличить время работы в режиме ожидания. Ну, и, соответственно, новая модель интересная на складе. Она у нас должна появиться, я думаю, что в начале следующего года. В самом-самом начале. Вот. Соответственно, с новой трубкой Ялинк предлагает как дополнительную опцию защитный чехол. На сегодняшний день в линейке ДЭК трубок от Ялинка нет, скажем так, влагопылезащищенной трубки. Ялинк об этом думает. Ялинк видит, что есть некая потребность у заказчика в таком решении. Соответственно, предлагает на рынок уже дополнительный чехол со степенью защиты IP54. Но, насколько мне известно, эта степень должна повыситься, потому что Ялинк сейчас проходит какую-то дополнительную сертификацию по этому чехлу. Ну, соответственно, уже можно использовать эти телефоны, эти трубки, например, в ремонтных зонах автомастерских, где, возможно, какие-то трубку испачкать в масле и так далее, уронить куда-то. В общем, в таких вот производственных помещениях теперь эту трубку можно использовать совместно с чехлом, с новым чехлом. Небольшая таблица сравнения. Ну, выделить тут, на что можно обратить внимание. Ну, во-первых, как бы 53 трубка, если сравнивать ее с 60 и с 56, она меньше по размеру и, соответственно, там поменьше экран. Она меньше по размеру, там меньше батарейка, соответственно, меньше время работы в режиме ожидания разговора. А в остальном это та же базовая станция W60, характеристики, в принципе, практически идентичны. Ну, пару слов о базе, в принципе, я о ней уже говорил. Это достаточно новая база, около года она существует на рынке. Единственное, что я хотел еще добавить, у нее есть замечательная возможность, скажем так, превращения ее в кирпич. То есть в этом устройстве уже реализована функция, когда, например, если у вас не получилось каким-то причинам обновить свою трубку, свою базу, она, например, зависла. В этой базе есть специально отведенное место в памяти, где хранится прошивка по умолчанию и, соответственно, всегда вы эту прошивку можете загрузить. То есть эту базу, превратившись в кирпич, ну, практически невозможно, если только выйдет из строя какая-то аппаратная часть, скажем так. Вот. Ну, пойдем дальше. Еще одна новинка этого года – это стационарный телефон, который работает в технологии DEC. Фактически, Ялинк выпустил новый дангл, дангл так называемый, называется он DD10K, который подключается к нам уже знакомым настольным телефоном T41S и T42S. Для того, чтобы подключить этот дангл, у телефона должна стоять последняя версия прошивки. На сегодняшний день мы предлагаем продажи комплект, который состоит из базовой станции, телефона T41S и тангла. То есть здесь возможны варианты, если у вас базы, например, нет, есть необходимость в таком телефоне, можно купить сразу комплект. Это будет дешевле, чем собирать, скажем так, покупать оборудование отдельно. В чем его преимущество, куда он нужен, почему Ялинк, собственно, его выпустил? Ну, в первую очередь, телефон решает проблему установки в тех местах, где, например, нет возможности подвести Ethernet кабель. Это, по нашему опыту, по опыту наших партнеров, такое решение необходимо зачастую, например, в торговых центрах, где стоят отдельные магазины. Ну, многие, я думаю, если не все из нас в таких торговых центрах бывали, заходим в какой-нибудь магазин, не знаю, где продаются вещи, еще что-то. И, собственно, в этом магазине большая торговая площадь, и стоит выделено место под кассовый аппарат, под компьютер и под телефон. Ну, не всегда есть возможность, например, на это место протянуть дополнительный провод, например, какой-то, или вообще протянуть провод. Собственно, в таких случаях возможно использование беспроводного дек-телефона, которому нужно только фактически питание 220 вольт. В общем, продукт интересный. Если у вас уже имеется, например, этот телефон 41-й, либо 42-й, и вы уже используете базовую станцию, например, W60, можно просто докупить данный, он стоит порядка 20 долларов в розничной цене, и, соответственно, использовать ваш телефон уже как ДЭК-телефон на стороне. Также в этом году появился новый репитер. Репитер называется RT30. Фактически он в ближайшем будущем, наверное, заменит там все-все текущие репитеры в линейке, телефон в линейке Ялинка. В чем же его особенность? Во-первых, этот репитер новый уже можно крепить как на стену, так и ставить на стол. То есть до этого была линейка репитеров RT20, которые устанавливаются, либо подключаются просто в розетку, как RT20, либо, собственно, вешаются на стену, как модель с индексом U на конце. Соответственно, здесь уже этот момент учтен. При покупке базы ее можно устанавливать и так, и так. И второй, наверное, более важный момент. Теперь при подключении двух репитеров каскадом друг за другом, как вот показано, например, на картинке, можно увеличивать таким способом радиус действия репитера к базовой станции. Но есть один момент. На оба этих репитера будет возможно использовать только два одновременных разговора. То есть если у вас есть необходимость увеличить площадь и радиус действия захвата дек-сигнала, можно установить два репитера последовательно. И если там не нужно много разговоров, соответственно, вот такое решение идеально подойдет для таких задач. Вот. Ну, пойдем дальше. Еще одна очень интересная новинка, связанная с данглом DD10K. Теперь этот дангл можно подключить к 58-му телефону. В последней версии прошивки, 83-й, при подключении дангл DD10K к телефонному аппарату, этот телефонный аппарат будет работать в режиме базовой станции. И фактически к нему можно будет подключить дополнительно до четырех трубок. То есть это могут быть либо трубки беспроводные, 56-е, 53-е, 52-е, либо тот же, например, 41-й телефон, о котором мы говорили на предыдущем слайде. Как это выглядит, как это работает? Фактически после подключения дангла вы можете подключить несколько трубок, но в случае, когда вы подключаете только одну трубку, например, телефонный аппарат и телефонный аппарат 58-й и трубку, который вы подключили, могут работать в режиме master slave. Как это работает? В двух словах. Например, мы устанавливаем этот телефон на место секретарю. Секретарь, который принимает вызовы и, например, бегает по офису по каким-то своим задачам. В момент, когда к нему пришел звонок, если секретарь взял трубку на 58-м телефоне, он может одним движением этот звонок без каких-либо разрывов связи перевести на беспроводную дэк-трубку. И, соответственно, этот звонок не потеряется. То же самое можно сделать в обратном порядке. Если звонок был принят на дэк-трубку, секретарь пришел на место, он может в один-два клика перевести этот звонок на стационарный телефон и уже продолжить работать, разговаривать на месте, если уже нет необходимости в движении. Функция очень интересная. Честно говоря, аналогов я не смог сразу найти подобного решения, чтобы это делалось именно так, именно так просто. Фактически используется одна регистрация, одна секретарь регистрация. И вот таким образом можно звонок переводить с трубки на телефон и обратно. Также решение очень интересное для тех, кому нет необходимости очень много трубок, больше четырех, использовать в офисе беспроводных. И, соответственно, за каких-то 20 долларов можно превратить телефон, который, например, у вас уже куплен, используется в базовую станцию. Кроме этого, есть возможность использовать директорию в телефоне уже для трубок. То есть вам не нужно какую-то дополнительную локальную книгу делать либо на вашей станции, чтобы ее удаленно раздавать, либо забивать номера вручную на каждую трубку. Теперь можно поделиться, скажем так, со своей локальной книгой, которые у вас уже есть на 58-м телефоне, на трубке они смогут ее использовать. Ну и, в принципе, новое поколение ПО, 83-е, которое появилось не так давно, достаточно серьезно обновилось, появился новый функционал, появилась, например, возможность добавлять программированные клавиши сразу на экран, на экран телефона. То есть какие-то там действия, которые вы делаете постоянно, которые требуют больше двух кликов, скажем так, их можно вывести на экран и одним кликом, либо какой-то номер забить, по которому вы часто звоните. В общем, либо еще что-то там, функционал достаточно большой, появилась возможность их использовать. Также в новой версии появился такой функционал, как Acoustic Shield, акустический щит. Фактически это такое программное улучшение качества звука. Функционал очень похож с технологией Yolink Noise Proof, например, которая применяется в конференц-телефонах, но о ней я расскажу чуть дальше, когда мы будем говорить про конференц-телефонах. Ну и в целом обновилось программное обеспечение, обновился веб-интерфейс. Я думаю, многие, кто работает с телефонами Yolink, уже привыкли к старому доброму интерфейсу в зеленых цветах, но вот, соответственно, в новой версии ПО интерфейс поменялся, стал более привлекательным, на мой взгляд, ну и более функциональным. Ну что, пойдем дальше. Собственно, интересное еще решение в аудио-конференц-телефонах. Ну, кратенько пробежимся, потому что есть. На сегодняшний день фактически можно приобрести два конференц-телефона. Это CP920 и CP960. Сейчас мы 960-й поставляем в комплекте с двумя беспроводными микрофонами. Ну, фактически 960-й – это такой high-end продукт с андроидом внутри, с большим экраном, который фактически напоминает по размеру экран стандартного мобильного телефона, к которому все привыкли. Ну и 920-й – телефон, моделька немножко помладше, но функционал, скажем так, не сильно хуже. Вот, я, наверное, долго останавливаться не буду на слайдах. В принципе, эта информация уже не такая новая, скажем так, для сегодняшнего дня, но буквально в двух словах. То есть в новых телефонах увеличился, во-первых, захват голоса до 6 метров, если раньше он был 3 метра в предыдущей модели, в 76-10-й, причем это именно радиус. Технология Noise Plus появилась, которая снижает фактически все фоновые шумы. Что она делает? Фактически это программная технология. Например, когда вы в переговорной комнате используете этот конференц-телефон, если, например, работает кондиционер, если какой-то шум за окном есть, если кто-то во время переговоров начинает стучать пальцами по столу, там, ручкой что-то стучать по столу. Соответственно, телефон понимает, что это шум фоновый, и его отодвигает на совсем задний план, его практически не слышно. Есть возможность гибридной конференции, то есть подключения не только по протоколу СИП каких-то удаленных пользователей, но также с помощью встроенного Bluetooth, например, можно конференция подключить, аудиозвонок, например, через WhatsApp или через Viber, либо подключить участника по Skype через USB-порт, который имеется в телефоне 960. Основные характеристики 920. Ну, что здесь можно сказать? Большой захват, хорошее качество захвата голоса, большой радиус захвата, встроенный массив из трех микрофонов, ой, в общем, все, что нужно, все в этом телефоне есть, и даже немножко больше. Например, встроенный Wi-Fi очень часто на столах нет возможности провести провод, либо его можно провести, но будет выглядеть так себе, скажем, и, соответственно, можно к системе подключиться через Wi-Fi, который уже встроен в этом телефоне. Вот. Ну и старшая моделька 960, это уже такой флагман с Android на борту, с 5-дюймовым экраном. Из особенностей, ну, про него можно говорить очень много, на самом деле, у меня есть отдельный вебинар, посмотрите обязательно на нашем канале, там целый вебинар посвящен только этому телефону, я думаю, сейчас подробности сильно вдаваться не будем. Есть возможность подключения микрофонов дополнительных в конференц-телефоне, как проводных, так и беспроводных. Большая зона захвата, собственно, как раз на картинке показано, как эти беспроводные микрофоны можно использовать, чтобы максимально четко захватывать звук у говорящих спикеров. Вот здесь, например, беспроводной микрофон установлен у говорящего оратора, скажем так, который показывает какие-то слайды, то есть поближе к нему, лучше качество голоса, не нужно никаких проводов. Вопрос про Wi-Fi. Например, если взять 920-й телефон, он, конечно, может питаться по пое, но он может подключаться и через блок питания. И, например, если нет возможности изернет-кабеля протянуть, но розетка есть на столе, например, как у нас, у нас достаточно большой стол, я уже не смогу вам показать, но у нас выведены розетки прямо на столе, розетки 220. Соответственно, подключаем розетку 220, и не нужно тянуть дополнительный кабель. То есть питание либо по пое, есть возможность, хорошо, можно так использовать. Нет возможности, пожалуйста, можно использовать Wi-Fi. Вот, надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Проводные микрофоны мы периодически сталкиваемся с проблемой, что у некоторых заказчиков, например, из государственных структур, ну, просто по умолчанию запрещено использовать какие-то радиооборудования, скажем так, будь то Wi-Fi, либо DECT. И вот для таких, в том числе и для таких случаев, есть возможность подключения проводных микрофонов, которые также есть у нас на складе. Функционал, в принципе, весь тот же. Кроме того, телефон 920, например, можно подключить уже к сети BST. То есть, фактически, если вы еще на сети IP перешли не полностью, можно использовать этот недорогой данный, скажем так, и подключиться к аналоговой сети вашей. Ну и вот мы подошли к очень интересному функционалу новинки, которая вот буквально тоже совсем недавно в сентябре появилась. Теперь для больших переговорных комнат, для очень больших, там, на больше 30 человек, появилась возможность использовать конференцию телефона Ялинк. Теперь можно подключать к одному телефону CP960, до трех таких же телефонов, и они будут работать в режиме мастер и слейд. Соответственно, если у вас, вот, например, как на картинке, большая переговорная комната, можно расставить конференцию телефона по всей этой комнате, подключить дополнительные микрофоны, и, соответственно, максимально четко, максимально качественно захватывать звук от спикеров. Все это использует одну учетную запись, которая настраивается на мастере, и фактически все конференции телефоны, которые вы подключаете к этому мастеру, они с него управляются. Настраивается это через локальную сеть, через forecast. То есть фактически просто каждому конференции телефона нужно подвести Ethernet, чтобы они находились в одной локальной сети. Таким образом, появилась возможность устанавливать эти телефоны, их использовать в действительно больших переговорных комнатах. Функционал очень интересный. Мы это у себя уже потестировали, все это работает замечательно. Собственно, звоните, пишите, расскажем больше. Вот, ну и очередная новинка, которую еще официально Ялинком не анонсирована, она будет вот-вот уже в октябре, поэтому у вас есть уникальная возможность, скажем так, быть одним из первых, кто, в принципе, о нем знает. Мы ожидаем новый конференц-телефон, который будет работать по Adept. Это новая моделька 930W, которая к Adept будет подключаться к базовой станции. Ну, собственно, много я пока о ней рассказать не могу. следить за нашими новостями на нашем сайте, на сайте Ялинка. Как только появится новость, мы уже сможем более подробно по нему рассказать, показать и потестировать при необходимости. Ну и последний важный момент, говоря о конференц-телефонах. Конференц-телефон 960-й. И в дальнейшем можно апгрейдить, скажем так, до системы видеоконференц-связи. Сейчас, если, например, заказчику, у заказчика нет необходимости использовать видео, если оно ему пока не нужно, но когда-то, возможно, он планирует это использовать, соответственно, сейчас можно защитить свои инвестиции, установив телефон 960-й и в дальнейшем, докупив камеру по более низкой цене, камеру от Ялинка, использовать уже это устройство для видеопереговоров. Ну и последняя новинка, о которой я хотел вам рассказать, это новый Wi-Fi USB Дангл. Теперь Дангл WF50 фактически он уже доступен, он уже есть у нас на складе. Фактически сейчас появилась возможность подключать его к телефонам, у которых есть порт USB, и для которых есть версия прошивки 84-го поколения. теперь можно использовать как диапазоны 2,4 ГГц, так и диапазон на 5 ГГц. Собственно, это вот тоже такая новинка, которую многие ждали, потому что все-таки 2,4 сейчас достаточно уже этот диапазон засорен, скажем так, и многие предпочитают использовать 5 ГГц, например, для IP-телефонии. Сейчас такая возможность есть. То есть у телефонов от 27-го G до 48-го S фактически все они уже могут использовать, можно подключаться. Ну, на этом у меня все. Это, скажем так, сильно вкратце о тех новинках, которые у нас появились. До конца года ожидается еще 1-2 максимума, я думаю, уже ближе к концу года подведем уже окончательные итоги. Но в любом случае на сегодня Ялин действительно следит за запросами, следит за рынком, следит за запросами заказчиков, запросами партнеров и старается максимально полно охватить все эти потребности и предложить максимально удобные и качественные решения для своих партнеров и заказчиков. На этом все. Если у вас есть вопросы, с радостью отвечу, либо можете всегда позвонить, либо написать на почту. Моя почта на экране. Если вопросов нет, всем спасибо за присутствие. Материал будет выложен дальше на нашем канале в YouTube, его всегда можно будет посмотреть, к нему вернуться. На этом, наверное, все. Всем спасибо, всем хорошего дня. До свидания.